Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи, и мы продолжаем прохождение Иратус, Лорд оф Зе Дэд. Я думал, много думал, думал и насчет артефактов, полный запас гнева, мне как-то не особо нужен. Вот эти все бафы, дебафы мне тоже не нужно будет, наверное. Сейчас мне надо будет, наверное, ну, на элитку по-любому я одену лучшие предметы, которые у меня будут. Единственное, поменять вот меч на что-нибудь, вот, например, ну, да, например, вот на это, потому что я буду менять состав. Это подчеркнет мою мертвенную бледность. Потому что у меня нихрена не получается проходить, реально, я в каждом бою теряю миньонов. Просто постоянно я их теряю. Бурдалака, оставим 27-го. Вот этого сюда, нет. Так, тень одну сюда. Все, из нашей команды все, что останется, это одна тень. Из той команды, которая была. А, ну, и, естественно, все же лучше вдовы, танка нету. Чтобы вдова выживала, мне нужен какой-то контроль. Если я одного-двух миньонов буду контролить, оглушать, то она будет спокойно выдерживать весь урон. И сделаю сейчас тактику более похожую на свою, с предыдущего прохождения, где мы будем играть через банши с оглушением. Собираем вдову. Собираем банши. Вот, на них, естественно, на банши мы ставим, здесь надо вообще игнор блоков, вот, способности игнорирует блок и оберег. Вот это вот ей надо. Промахиваться, да я не думаю, что она будет промахиваться, если что, чуть-чуть ей прокачаем. Пока что, пока что одеваем вот это. Вот так. Раз. Все, способности игнорирует блок оберег. Замечательно. Теперь ей мозг, самый, что ни на есть, лучший. Двадцать третий. Бамс. И начинаем качать, в первую очередь, ульту. Цель получает двадцать пять шанс пропустить следующий ход. Оу, такую тут переделали, а я и не прочитал. А, вот, цели пропускают следующий ход. Все, вот. Вот эту вот. Делаем. Игнор блоков оберегов. И цели пропускают. Мне нужен результат. И две цели всегда будут пропускать свой ход. Вообще, они всегда будут у меня в стане, потому что я буду это спамить. Постоянно. Пятьдесят ярости стоит, конечно, много. Все враги теряют шесть атаки и двенадцать уклонения. Все враги теряют восемь атаки. Полезней будет, наверное... Здесь уже надо смотреть из вот этого. Наверное, уклонение будет полезней. Выживание. Стресс. Перемещает цель на случайную позицию. Перемещает цель на случайную позицию. Снимает все бафы. Вот. Снимает все бафы. Раз. Если будет какой-то мерзкий баф, может снять. При перемещении врага наносит ему урон. Получает блок оберег. Конечно, вот это. Служи, хорошо. Так, здесь восстанавливает рассудок врага. Восполняет радость угнев. Количество 25% от восстановленного рассудка. Не надо. А вот ману... А вот ману можно. Типа назад... Назад три будет, да? Все миньоны получают 20 ужаса. 14 атаки и 14 ужаса. Вот. Бафчик. Вот так. Покажи, что ты стоишь потраченных на тебя сил. Характеристики. По характеристикам вообще блок оберег не помешали бы. Очень не помешали бы. Можно даже как бы пожертвовать уроном. Во-первых, здоровья чуть-чуть. Все, наверное, хватит. Точность. Раз, два, три. Пока что тоже хватит. Удача. В общем, все, что по один. Качаем. Оно пригодится. Теперь урон. Раз, два, три. Максимально шесть. Блин, я бы блок оберег один тоже взял бы. Берем. Да, наверное, берем блок. И оберег. И еще атаку. Все, гуд. Прокачали. Теперь я не знаю какой. У нее там какой-то супер-мега-крутой артефакт именно вот на Баншу. Теперь поехали вдову. Вдове тут одевать-то и нечего. Шанс быть атакованным. Значительно повышает шанс быть атакованным. Нет, ей надо, вот, сердце. И мозг... 22-й. Так, здоровье, здоровье. Ждет неприятный сюрприз. Физическое, стрессовое. Стрессовое. Ой. А я же неправильно взял. Ну ладно, мне теперь блоки-то и не надо снимать. Ладно, тогда нормальный я взял. Фух. Я уж это... Испугался. Пофиг, что она ответку не будет давать. Так. Причем это уже бесполезно. У всех брони у них больше. Игнорирует броню. Берем игнор брони. Берем инициативу. Теперь в бой. И уклонению, и цель терять его. Все правые. Нормально. Характеристики. Раз, два, три, четыре. Вот так. Вот так. Уклонение нельзя. Урон нафиг не нужен. Броню. И вот так. Все. Вдову тоже раскачали. А вот третья позиция. Я думал. Думал кого? Думал, может, фантома? Да, но он не может лечиться с третьей позиции. Будет быстро отъезжать. Получается, он будет накидывать только метку. Не сможет лечиться. Баншу я тоже не могу на третью. Потому что она ультовать не сможет оттуда. Как вариант, поставить туда вонючку. Как раз он у меня есть 25-й левел. И он может атаковать стрессом. Очень-очень неплохо. Очень неплохо атакует стрессом. Как раз-таки с третьей позиции. И ультовать он оттуда может. В общем, он оттуда много чего может. Собственно, он оттуда все может. И бафить тоже. Это, во-первых, обереги снять. Быстренько. При том, что он у нас не промахивается. Хотя точности я ему, по-моему, раскачивал. Но ему надо тогда набирать здоровье. Я так думаю. Инициативы 11 достаточно. Уклонить. А, кстати, вот блок оберег ему бы не помешал тоже. Возьмем, наверное, и блок, и оберег один. Это будет лучше, чем здоровье, мне кажется. Оно все равно понадобится. Лечиться он не может. Вонючек терять я не хочу. Пока что берем оберег. И здоровье. Ставим его сюда. И вот таким составом попробовать сыграть. Сейчас элитный отряд. Можно рискнуть и сделать. В начале боя все противники проходят проверку рассудка. О-о-о. Очаровательно. И тогда надо поставить. А я их убрал. Блин. Гнев пусть полный, да, будет. Сабелька. Перемещение. Я сейчас уже меньше буду их перемещать. Вернее, вообще не буду перемещать. Поэтому это тоже не надо. Погибшие миньоны. Да нет. Оставляем тогда сабельку. Урона много? Ну да. По оглушению как раз таки должно хорошо работать. Можно даже тогда взять за место проверки рассудка. Вот это. Первое заклинание будет бесплатным. Сейчас посмотрим. Я не помню, кто там. Во-первых, идем сюда. Если что, сейчас на баншу возьмем предметик. Заодно посмотрим. Кроме колючего кокона, да? Когда враг промахивается по банши, она восстанавливает 20% стойкости. Оно, в принципе, прикольное. Атакующий вонючку персонажа получит проклятие, которое наносит им 20 стрессового урона на протяжении трех ходов. Только для вонючки. Тоже хорошо. Пока что берем для банши. То есть 20% стойкости она будет восстанавливать при промахах. Неплохо. Туфелька. А у вонючки вообще... Можно было ему тоже взять, кстати. Можно было. Из талантов мне нужен перст. Но на перст мне еще нужна вот эта ветка. Соседняя. Снять сразу все блоки оберегия и все дебафы и бафы. Ой, все бафы. Либо уже докачал... Либо мозг. Я миньонов теряю часто и мозги мне понадобятся. Потом уже дополнительный кусок после битвы, допустим, да? Давайте возьмем мозг. Мне кажется, я часто буду менять персонажей. И здесь у нас... Так, ну в принципе... Только у голема, да? У первого у него нету стресса. У него сопротивление к магии. Вор... Вора магии быстро убить надо будет. Ой, у нас этот эльфийский попался. Хрен, по-моему, он еще нам не попадался. И вот здесь какой-то новенький. Ну пойдемте пробовать билд. Двоих будем глушить. Желательно этого с молниями тоже вперед куда-нибудь поставить. Ну давайте с богом. Что у меня стоит-то? У меня в итоге я оставил эту, да? Если цель оглушена, плюс 100 урона. Ладно, попробуем. Инициативы у Банши сколько? Ей, по-моему, нельзя было инициативу повышать, да? Она не сразу будет ходить. Что-то какая-то прям долгая загрузка была. Да, Банши ходит сюда последняя. У нее инициативы всего 5. И нельзя ей было повысить. То есть в начале все равно они будут ходить. Тут уже как ни крути. И оглушить я сейчас никого не смогу, чтобы вдарить моим скиллом. А его тут и нету, собственно. Ну, единственное, что я могу убрать что-то одно. Вот это, наверное. Вот. 50 плюс 101 урона. А, подождите. Да. Дробить кости. 151 урона. Если попробовать, сейчас сразу, может, как-нибудь вынести вот этого товарища. Чего он на ману не воровал. Плохо, что оглушить не могу его. Ну, ладно. Это будет бесплатно. Вообще, какое у меня самое дорогое заклинание. Ну, и обереги-то надо снимать. Вот этот я уже не помню, что он делает. Восстанавливает стойкость в размере 25 от наносимого урона. Он хилится. Хилится, нанося урон. И, по-моему, он может по всем бить. Такой тоже мерзкий персонаж. Критический 50 на 1, 44. Офигеть, они критуют. Ладно, так или иначе, вдовой мы уходим. Здесь ставим ловушку. Вот сюда. 110 урона. Ну, не убью я его, да. Не убью я его заклинанием. Никак. А, уже урона меньше. Ой. Ну, не урон. Ну, да. Было 50 плюс 101. А почему так? Почему-то стало меньше. Так. Я тогда что-то, я не знаю. Тогда давайте, наверное, снимать с них обереги. Поклинать. Только одного сможет сейчас. Не надо. Стрессовая атака, чумной ливень. Поехали. Снимать обереги вот с этого негодяя. Истребить все живое. Минус мана. О, отлично. Они так переместились. 46. Первый стак он себе набрал. Опа. Вот, вот, вот о чем я говорил. Этот тварь такой. Все. До свидания. Больше выходить не будете. Самое главное не промахиваться. Тут 36 уклонений. Блин. Минус оглушение. Вот и отлично. Вот об этом я и говорил. Вот так мы их будем уничтожать сейчас. 50 плюс 40. Все меньше и меньше. А, сила заклинаний понижается почему-то. Почему она была выше? Так, допустим. Допустим, дальше бьем вот этим. Чашкой нашей. Минус еще один оберег. И сейчас будут последние обереги. Ну, вообще. Вообще вот поэтому жахнуть. И тень его добьет. О, и он еще и психанул. Минус удача, точность уклонений и так далее. Он продолжает воровать ману. Вот. И теперь я могу бить вот так. 100% от стресса. У него не хватает 130 стресса. Здоровья, конечно же, у него больше. Ну ладно. Ладно, ладно. Ладно, ладно. Я тогда еще вот так вот поставлю. О, что за бах? А, вот кто ворует заклинания. Вот почему я бью слабее. Восстанавливать стойкость в размере 100% относимого урона. Метку дает ему. Ну ладно. Он уже, в принципе, не жилец. Да, вот так. Нормально. Можно даже и вдовой бить. Игнорирует броню и так далее. И блоки поснимать. Потому что там уже бить, да и некому у них. Можно просто взять сейчас. О. Вот этого притянуть. Ну, вообще. Хорошо было бы притягивать других. Кого-нибудь. Минус броня. И сопротивление. Ладно, просто вдарим вот так. Это что? Случайному врагу. Да тут смысла бить вообще нету, кстати. Единственное, что разве их местами менять? Чтобы они урон получали. Вонючка. Кого будем добивать первым? Давайте вот, надо вот от этого избавиться поскорее. А. А, по нему нельзя. Тогда тебя. Ваши хрупкие дела. Ни на что нигде. Не психанул. Не психанул, но теперь я убиваю... А, это вперед один будет, кстати. Вот это плохо. Теперь я убиваю вот этого козла. Надо только по нему не промазать. Ладно, скилл потом. Заклинание. 151. Неплохо. Продолжаем дальше глушить. Все работает. Все отлично. Все замечательно. Снимаем блоки. Мимо. 46 уклонения. Но это элитка. Им можно уклоняться. Ага. Вот когда меняются они, вот это уже плохо. Все дебафы. И восстанавливать здоровье. Да. Когда они меняются, вот это плохо. Притом. Ну, а что делать? Можно как скиллом их менять местами. У него что-нибудь есть? Вперед. Нет, он только назад ходит. Тень-то оттуда сможет. Но она вперед опять подойдет. Вот тени, по идее, надо это. Вот это убирать тогда. И ставить сюда, чтобы она не двигалась. И все будет нормально. Но как только меня местами поменяют, так начнется жопа. Давайте вот так, как проклятие. И вот, потому что тоже надо убивать. Восстанавливать и радость у манова. Вот сами восстановим. 14 атаки. Теряют 6 атаки все враги. Кстати, неплохо. Почему бы и нет. Так. Ильфа я пока не убиваю, зато я убиваю вот этого. И все, одна капля. Все, вообще вперед ушел. Плохо дело, плохо. Поглощено. Получаемый урон увеличен на 50%. Но пойдемте в кокон. Блин, вот хреново. Хреново, что тень всегда будет вперед уходить. Минус точность. Там проклятие работает. Но что, еще одно накидывать? Так. Тогда чем я не пользуюсь? Вот это мне уже не надо. Вот так поставим. Блоки снимать, я тоже думаю, не понадобится. Ну ладно, пока вот так. Плохо дело уже пошло. Во, психанул. Нормально. Шанс сбежать увеличивается. Баф. О. Сейчас я так дождусь. Тебе надо подходить. Какая-то жесть. Никто подходить не может. Не очень-то тактика. Не очень она и работает. Снимает с целью все бафы. Чтобы он не лечился, можно снять. Но это будет вообще бесполезно. Давайте 14 атаки себе. Не, вдова пусть дальше лечится. Вонючка. Плохо, что ими просто нельзя перемещаться. Ебить особо некем. Так, ну я их могу оглушить. Если я сейчас сделаю вот так. Теперь вот так. И хрен-хрен он убежит у меня. Никуда не убежит. 20 урона. Это жесть. 45 удачи для следующей атаки. Ну, точность, кстати. Да не, надо по голям убить. Либо вообще. Вот так. Давай-ка вперед. И... И да, пусть он добьет. О. Да, перемещение, конечно, такое себе удовольствие. Все, не может она больше ультовать. Сейчас, значит, он будет бить. А, он бафается. Ну, пофиг. Сейчас мы сразу с него это все уберем. 30 точности, 45 удачи. А бить-то некому. И столько вдова будет бить. Там атаку не дает. Да, вот это тоже, кстати, проблема. Как с големами, так ими драться. 48. Здесь потому что нет смысла бить. Зато можно минус точности ему сделать. И опять я не могу. А все потому что я никем не бью. Пять атаки, пять удачи. Снять все бафы. Нет у тебя атаки, нет удачи. Блок. Вообще проб. Вот, здоровье восстановилось. Скоро ты познаешь иную жизнь. Все, все, сейчас вонючка добьет. В принципе... О, елки-палки. И не добил. Ну-ка. Шесть хп. Два хп. Ну чем вдарить-то можно? Нечем вдарить. О. Умер. Высший миньон дополнительно получит 50 опыта. Блин, кусков так мало. Очень мало кусков. О, все миньоны получают плюс 16 удачи до конца боя. Это хорошая подковка. Подковка на криты. Здесь 25 процентов урона на два хода. Нет, а мне лучше будет подковка. Смертные содрогнутся при виде меня. Ну то есть, еще больше, чем раньше. Подковка прям вообще будет круто. Ладно, в принципе, элитный отряд я нормально пережил. И все фуловые вот это радует. Мана тоже почти полная. Проблемы, конечно, есть. Бить особо некем. Тенью только. Нужен тень и предмет. Так, там дальше опять какие-то опасные типы. Я думаю, взять и вот эту может. Хотя это все может нам еще пригодиться. Попробуем так. Я не знаю, кто такой вот это первый в маске. С перемотанной башкой. Так, нужен скелет. Голем скелет. Дополнительный кусок. Вот, давайте, добывайте. Построено на костях. Ладно, попробуем так, без всяких усилений. Опять этот эльф. Плюс тут баффер еще. Ну ладно. В принципе, големов нету и это главное. А, это эта штука, которая у нас элитная была. Тогда понятно. Который урон сотка. Ну да. В начале своего хода, если остается меньше... Вот, взрывается. Которого надо убить. Быстренько. И у него очень много брони. Фига у них блоков и оберегов. Просто жесть. Просто дикая жесть. Слава. Слава. Слава, естественно. Вообще, кого-нибудь притянуть бы. Но я боюсь, сейчас вдова очень много получает. Да, первый-первый. Уходим пока. Так, поначалу. Ну, вообще... Этого надо убивать. Гребаного хила. Он, по-моему, не может стресс лечить. Опять по тени попал. Ну, как он по тени постоянно попадает? Но мне надо, чтобы он вообще не попадал. У него очень много урона. Я даже тут, наверное, накину ему минус это. Минус точность. Чё это? Чё это было? Чё-то она новенькое сделала. А, во, всё, у него 26 точности. 26 точности, в принципе, можно пропустить, наверное. Или чё, или глушим? Не, глушим. Там этот зайдёт ещё. Надо было тогда бить. Надо было лужу ставить и бить. Всё, они вдвоём пропустили. Вдова. Вот теперь будем вытягивать. Терять все блоки обереги. Блин. Тогда я и этого не буду оглушать. Ну ладно. Иди сюда. Взбавимся от... Хила. Сначала. Нормально. Психануло. Шанс сбежать. Начальник следующий ход наносит всем союзникам стрессовый урон. Нормально. Хорошо бы даже. Здесь, наверное, пропускаем? Или лужу? Да. Лужу можно поставить. Причём вот на этого. Не, пропустим. О, и он тоже психанул. И правильно я сделал, что пропустил. И очень правильно я сделал, что пропустил. Вот так. Больно. Метка. Опасно это было. Фига он мог её убить. Сейчас натаковавший персонаж с меткой миньон. В ответ получит урон. Блин. Это вот очень плохая метка. Очищающий разряд. Просто ужасная метка. Так, здесь я пропускал. Теперь я хотел ставить лужу. Вот. И всё. И тень заберёт её. И всё будет отлично. Блин. Я боюсь, что сейчас... Мне надо как-то с него снять эту метку. Сейчас сделаем вот так. Никакой магии. Сняли метку. Всё. Живём. Ну вообще я бы... Вон, у него минус точность ещё. Я бы его назад убрал. А сейчас бы убивал вот этого. Я так и поступлю. Я сейчас его вытяну. Сюда иди. Вот так. Это точно подыхает. Это. Можно ультовать. Или нет. Лучше оставить, чтобы банша ещё раз ультанула. У него же не работает. Да. Если запас стойкости. У него не работает эта штука. Что он взрывается. Психанул. Стеряет 40% максимального запаса здоровья. Отлично. Минус. Сейчас будет больно опять. Эльф грёбаный. Ага. Бафает. Восстанавливает стойкость от нанесённого урона. Метки нету. Спокойно глушим. Вот. Всего лишь-то. Всего лишь не хватало. Немножко контроля. Так. Всё. Вот этого сейчас надо будет убивать. Ну. Местами менять тоже их. Как вариант. Поэтому давайте убираем блоки обереги тоже. Опа. А он воодушевился. Наносимый урон увеличен. О, тварь. О, тварь какая. У него 185 не хватает. Ну, давайте. Чтобы уж это. Наверняка. Чтобы уж наверняка его сейчас отрубить. Останется. Ещё и проклятие. Блин. Надо было ему воодушевиться. Тварь. И это не как баф, наверное. Сейчас может очень сильно оттуда вдарить. Я сейчас на всякий случай жахну. Поэтому вот так. И вот так. Всё. Минус 362 урона. Больно. Нужен второй вонючка. Вторая баньша. Четырнадцать атаки. Четырнадцать ужаса. Как-нибудь его побыстрее вынести. Минус 12 удачи. 12 уклонения. Давай хоть какой-то оттятолк. Боже, хрупкие дела. Ни на что не годятся. Боюсь, что он вонючку сейчас может прибить. Давай-ка вперёд. Я ему сейчас ещё минус точность сделаю. А, нет. Всё. Он будет оглушён. Можно ставить под него лужу спокойно. И глушим. Он больше не зайдёт. Давай лечить. Ну, тут не полечишься. Вот и всё. И закончили мы с ним тоже. Так. Ну, раз такие пироги, у нас теперь и тень убивает. О, и ещё один игнор блока и оберега. Синий эктоплазма. У нас теперь и тень убивает, и вонючка. И, в общем, все убивают. Надо как-то их забафать. И даже банча убивает. Кстати, ей синюю и оденем. Девять характеристик. Блока оберег есть. Здоровье? Да даже не знаю. Надо на урон. Пока оставляем как есть. Здесь уклонение важно. Ну, кстати, инициатива. Важнее будет уклонение. Да крит можно, кстати, было прокачать. Вот, которые по одной стоят, их можно взять. Больше синего ничего нету. Один уровень, который мне ничем не поможет. Что там дальше? Дальше либо полечиться пойти, а я пойду полечусь, потому что мне нужен жертвенный алтарь, и дальше к культистам. Либо вон к тем культистам. Я думаю... А я думаю и к этим, и к тем. Точно. Вот как хорошо все получилось. Сейчас и подлечимся. Двое элитных. Так, доспех. Нельзя применять ману. Ой, ну, заклинание. И надо будет как-то ихнего защитника на третью позицию сейчас сразу будет убрать. В общем, вдовой здесь надо сейчас вытягивать ихнего этого. Молниями, которые стреляют, и резко его убивать. Заклинание применять, когда баньша будет ходить. Так, как вариант... Как вариант, убираем вот это. Ставим сюда урон. Наконец-то эта вещица попала в правильные руки. А вот это я даже уже не знаю. Блин, стойкость, конечно, всем бы не помешала. Дополнительная стойкость. Ставим. Тогда можно... Можно вот какой-нибудь такой взять. А это подчеркнет мою мертвенную бледность. Чуть-чуть урона пусть им нанесется. Ух, ну поехали. Это может быть жестко. Так, урон получили. Вообще чуть-чуть. До такой степени чуть-чуть. Вот этого нельзя глушать, да? Иммунисет к дебафам, да. Значит, надо вытягивать. Иди сюда. Хорошо, что не промазал. Ой, он сейчас сразу будет ходить, и он может назад улететь, в принципе, если будет ходить. Вот это будет тоже плохо. Ай, заклинание нельзя. Блин, этот будет больно бить. Все очень плохо. Так, ну ладно. Недопустимая цель, но зато вот это допустимое. Оберег. Нормально. Это было нормально. Теперь бы вытянуть вот того и оглушать их. Поэтому пропустить. Блин. Я не знаю, куда вот этот будет ходить. Пропустим ход. Больно. Сейчас они все еще местами поменяются, поменяются, блин. Вот, если он на месте... О! Вот так мне и надо. Все. Гуд. Ищетит никого. Отлично. Теперь можно и заклинаниями пользоваться как надо. Вот криты бы ему убрать, вот этому товарищу. Здесь слишком много брони. Все миньоны и враги 12 удачи. Нет, не надо. Что мне тут может помочь? Инициатива? Кстати, да нет, инициатива тоже уже не нужна. Минус удача, но я не могу сделать. Стресс. Стресс. Ой, а я на одного сделал. Блин. Хотел на всех. О, блин. Это был косяк. Убиваем. Так, вонючка, как бы тебе того бы нам как-нибудь переместить бы. на траве этот мир. Вдова, ну да, наверное, в кокон. О, я снова могу. Вот теперь всем зло возродится. Потихоньку снимаем. Либо она может сейчас вообще вот этого вытянуть, но потом уже будет бить вот этот. Надо с него будет бафы снимать. Не, пусть пока все будет как будет. А, она не сможет вытянуть. Все, ладно. Ерундой начинаю заниматься. Можно ультануть, чтобы они не передвигались, да, а остались на месте как стоят. Заодно и блоки обереги снять. Ладно, хрен с ним. Вот. Все. Ушли в кокон. Нужно лужу куда-нибудь сюда. Сейчас будем потихонечку убивать их. Блин, тварь, больно как бьет. Вот, поменялись. Теперь плохо дело. Теперь надо того как-то убить. И пропускать нет смысла. Нет, есть смысл. Водушевился. Он просто взял и воодушевился. Ну ладно, он дальше будет пропускать. Как-то надо вот этого убить теперь. Теперь мне его надо притягивать. Блин, да меня эльф просто убьет сейчас. Эльф-то я вообще не бью. Если он сейчас кританет. А как сделать-то? Блин, вот этот сейчас убьет. А, нет, он не будет ходить. Вдова раньше зайдет. чтобы сделать такого. Ну, давайте бафаем с ними. На всякий случай. Минус еще один оберег. да, плохо, что вонючка туда бить не может. Вот это очень плохо. Этот психанул. Если только у меня сейчас... Ну, нет, сейчас надо убивать вот этого. У него не хватает почти 200. Я его, в принципе, убиваю. Ну и все. Эльф подошел. Убить того и глушить, и глушить, и как выжить. Банша почти отъехала. Все, минус оберег. Нельзя ему давать больше бить. Тем более вот так массово. Просто убить козла. Терять все блоки оберегия. Иди сюда. В лужицу. А этот почему без стана? Он почему без стана? придется на него тратить скилл. Хоть он сильно не ударит, но он может по банше ударить. Банше походу сейчас по-любому отъезжает. да и все равно я эльфа бы не успел убить. Хотя кто его знает 100 урона нанести может быть и успел при попадании в облако только после атаки получит урон. И стук ему минус точность сделать, у него 139 бесполезно. со скоростью мысли так ну тот тип ударит я его сейчас убью а чем я его убью а убью я его вонючкой уклонения нету и все и банше будет оглушать все я придумал на двойцу ну ладно здесь здесь выживут кое-как вот сейчас бы я как лоханулся бы да что я лужу поставил сейчас бы я очень серьезно лоханулся бы сдохни уже 32 и до свидания вот это жесть будет со мной опа все миньоны и враги получают 30% к силе критического удара да сейчас у них блин такие криты то ну его нахрен я там по-любому не переживу так ну теперь че теперь надо мне нового вонючку новую банши однозначно эти двое будут страдать частенько со временем ты научишься наслаждаться своим жалким существованием банша сейчас ни разу не уклонилась так вонючий кстати банша у нас обычная да да вот такой надо сделать и надо им мозги 22 все теперь бы вдову не потерять и все будет хорошо а то придется ей 15 мозг всего ставить так кладбище убираем двоих кстати тень тоже можно ну ладно нет пусть так будет банша вонючка вот прокачиваем их ну в общем я их также прокачаю а что у нас тут они набрали по чуть-чуть эффектов ну совсем чуть-чуть набрали сейчас я не знаю стоит ли оставлять эти такие же ну 30 критического удара конечно вообще мне не надо здесь можно будет сейчас взять опыт чтобы побыстрее набрали этих ребят тогда прокачают так же как и тех и срочно мне нужны какие-нибудь предметы на миньонов хорошие вот и давайте ребята продолжим уже тогда в следующей серии а если понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал чтобы не пропускать новые выпуски с вами был фибоначи и пока пока